Несмотря на то, что заседание по делу Нонны Лепехиной открытое, судья в зале суда снимать не разрешила. Приговор по делу Нонны Лепехиной зачитывали почти два часа. Напомнили слушателям материалы дела. Ночью 16 июля 2016 года 19-летняя Нонна Лепехина на большой скорости сбила на пешеходном переходе двух пешеходах насмерть. Это были 23-летние Дмитрий Чадов и Ксения Казаченок. Парень скончался на месте. Девушку доставили в больницу, но врачам спасти ее не удалось. В последнем слове обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась содеянным и в слезах попросила прощения у родственников погибших. У судьи, в свою очередь, она попросила не судить ее строго. Я знаю, что вы никогда не простите за это. Я раскаю свои действия. Я понимаю, что я совершила. Это ужасно. Для меня, для всех вас. Я не знаю, как буду дальше с этим жить. На момент совершения аварии Нонна Лепехина сидела за рулем всего второй раз в жизни. В июне 2016 года она сдала на права, а в июле 2016 уже произошло страшное ДТП. Зачитав материалы дела, судья вынесла приговор лишить Нонну Лепехину свободы на 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Так как девушка с июля 2016 по март 2017 года находилась под домашним арестом, это время вычтут из назначенного срока наказания. Вдобавок обвиняемую обязали выплатить материальный вред родственникам погибших, матери и отцу погибшего Дмитрия Чадова по 500 тысяч рублей, также по 500 тысяч рублей брату и матери погибшей девушки. Надо сначала осознать, изучить и осознать приговор, потом будем думать, подавать апелляцию или нет. Здесь вопрос-то не в том, наверное, сколько лет, количество лет, которое получила моя подзащитная. Наверное, главное здесь все-таки, на мой взгляд, то, чтобы это было каким-то сигналом или что ли, ориентиром для тех, кто действительно гоняет по дорогам. Судья также постановила взять Нону Лепехину под стражу прямо в зале суда. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.